Всем привет, с вами Stern. Это 11 по счету DevLog и в нем очень мало информации, поэтому я попытаюсь ее разбавить новыми скринами, которые удалось найти в сети. Разработчик продолжает работать над непрерывной интеграцией. Она нужна для того, чтобы выловить как можно больше ошибок и загрузить готовую сборку в Public Test Branch. Такую ситуацию мы видели в Internet 3.0, когда добавили карту Ирландия и она появилась в Public Test Branch раньше времени, чтобы игроки могли потестировать, но тогда большинство не смогло зайти, потому что обновление было кривое. Вот для этого и нужна непрерывная интеграция. На самом деле этот процесс более трудоемкий и имеет множество нюансов и задерживает сам проект, но об этом я уже не буду говорить. Если его проводят, значит уже большая часть кода готова и возможно будет прогресс в конце июля, где-то в августе по Internet 4.0, ну или Internet 2, как уже мы знаем. Ну и по-прежнему у Нельсона есть куча идей насчет Internet 3.0, но и также он хочет работать над Internet 4. Еще в этом девлоге хочется выделить Арконт разрешения. Это добавляет Арконт команды, администрирование сервера, что очень круто скажется в управлении и не нужно будет заморачиваться, как это было в версии 3.0. С девлога мы закончили. Как вы знаете, у Нельсона есть не только блог, но есть и трейла и другие источники, точнее ресурсы, где он делится информацией. Вот всем знакомый скриншот, который был в одном из постов в блоге Нельсона. И позже месяцем в сети появились вот такие скриншоты. Это нам говорит о том, что либо готовятся две карты, либо одна карта большая, которая имеет контраст перехода из какой-нибудь лесного массива в пустынные зоны, ну и так далее. Если эта карта будет разделена по зонам и в каждой зоне будет своя погода, то это будет очень круто выглядеть. Но в принципе у меня на этом все. С вами был Эстерн. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал. А также переходи на следующий обзор девлога. Ссылка появится на экране. Субтитры сделал DimaTorzok